Израиль готовит перемещение жителей Рафаха в центр газа перед штурмом. Цахал заявил о ликвидации полевого командира Хамас в Ливане. Здесь вас никто не боится, обратился к Путину президент Литвы. Силовики называют нападение на Леонида Волкова первым случаем политического терроризма в стране. Правительство Дании планирует ввести обязательную военную службу для женщин. Власти также намерены увеличить расходы на оборону. Россия готовится к президентским выборам. Никто не сомневается, что победителем объявят Владимира Путина. Реальных оппонентов среди кандидатов у него нет. Израиль планирует перемещение жителей Рафаха в центр сектора газа перед штурмом. Им будет обеспечено временное жилье, еда, вода, предметы первой необходимости, заявил представитель Сахал Даниэль Хагари. Когда это произойдет, он не уточнил. Гуманитарные группы опасаются, что наступление на район, где сосредоточено больше миллиона человек, обернется катастрофой. Израиль говорит, что намерен уничтожить четыре батальона Хамас, которые группировка имеет в Рафахе. Израильская армия опубликовала видеозапись с ударом беспилотника по движущемуся автомобилю близ южного ливанского города Тир, сообщили в Сахал. Там уточнили, что в результате был убит важный оперативник Хамас Хадим Мустафа. Представители группировки утверждают, что тот не был высокопоставленным лицом. По сообщениям СМИ, израильские войска открыли огонь по палестинцам в очереди за гуманитарной помощью в городе Газа. Шесть человек погибли, 83 ранены. В Бапор заявили, что под удар попал центр распределения продовольствия в Рафахе погибших пятеро, включая сотрудника агентства. «Здесь вас никто не боится», — обратился к Путину президент Литвы. Силовики называют нападение на Леонида Волкова первым случаем политического терроризма в стране. Помочь жертвам уличных домогательств. Такой целью задалась разработчица приложения UMEI. Оно охватывает безопасные места — от баров и магазинов до аптек и салонов красоты по всей Франции, в которых может укрыться любая или любой, оказавшаяся в опасности. «Наша собеседница сама сталкивалась с приставаниями в общественных местах. По данным статистических служб страны больше 80% француженок переживали подобный опыт». Специальная наклейка на витрине означает, что это безопасное место для пострадавших. Персонал наготове, он обучен реагировать на подобные ситуации. Закон о запрете уличных домогательств действует во Франции с 2018-го. Есть и механизм для защиты женщин от преследований под названием «Анжела». Но приложения для этой цели запущены впервые. Россия готовится к президентским выборам. Впервые они пройдут в трехдневном формате — с 15 по 17 марта. Никто не сомневается, что Владимир Путин, баллотирующийся на третий шестилетний срок, одержит победу. Он заставил молчать многих оппонентов, в том числе посредством законов, предусматривающих штрафы или тюремные заключения за инакомыслие. На выборы идут еще три кандидата. Все они сторонники Путина. Глава российского государства построил свою предвыборную кампанию на обещании реализовать свои цели в Украине. Путин говорил о развязанной им войне, как о битве с Западом за выживание России и ее граждан. Прекратить войну, которую Кремль называет спецоперацией, осмеливаются требовать лишь немногие. Надеюсь, может быть, какая-то будет по образованию реформа. Очень хотелось бы, потому что, честно говоря, ужасная. Сравнивая с советским временем, в котором я родилась и училась. Но больше такие какие-то житейские. Конечно, хотелось бы, чтобы могли ездить отдыхать, чтобы СВО закончилось. Жители этого уральского поселка за несколько дней до голосования сказали журналистам, что все еще не знают, где будет находиться избирательный участок. Некоторые голосовать не хотят. Я не собираюсь. Ну, как бы, мне кажется, уже все решено, в принципе, за нас. И идти по этим, как вы видите, в дорогу. У меня маленький ребенок. Мне, в принципе, ее не с кем оставить, и я не пойду с ними. Оппозиция не сдается. Вдова Алексея Навального Юлия призвала россиян в полдень 17 марта прийти на участки и проголосовать против Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свое несогласие с отправкой ракет большой дальности «Таурус» в Украину. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в немецком парламенте. На Шольца оказывают давление как внутри страны, так и другие европейские лидеры, чтобы он изменил свою позицию. Но он опасается, что развертывание этого оружия встанет в Германию в войну. Другие, в том числе финский премьер-министр, утверждают, что Европа должна занять твердую позицию в отношении России или оказаться перед угрозой дальнейшей агрессии против стран-членов. В условиях разногласий в Европе по поводу уровня военной поддержки Украины Шольц пригласил президента Франции и премьер-министра Польши в пятницу на переговоры в Берлин. Эммануэль Макрон и Дональд Туск – одни из самых ярых сторонников максимального увеличения поставок оружия Киеву, включая ракеты дальнего радиуса действия. Правительство Донии планирует ввести обязательную военную службу для женщин. Сейчас она носит добровольный характер. Соответствующее заявление премьер-министр Метте Фредериксен сделало в рамках презентации плана, который предусматривает увеличение расходов на оборону на 40 миллиардов датских крон в течение следующих пяти лет. И так мы предусматривали полный равенную службу между женами. Мы также очень рады, что мы имеем равенную Дону. Но это только данные мужчины, которые имеют обязательства на встрече. Мужчины могут иметь себя самостоятельно и, в последнее время, быть обязательными. Но здесь есть отличие в уровне. И почему это? Мы не думаем, что увеличенная равенную службу будет создать более модерн, и более многократный защит, который распространяется в течение времени, мы живем в. Власти также планируют увеличить срок срочной службы для мужчин и женщин с 4 до 11 месяцев. Дания является членом НАТО и союзником Украины, которая оказывает военную помощь. На фоне резкого роста спроса на международную защиту, условия жизни просителей убежища в Дублине ухудшаются. Сообщается о вспышках чесотки и респираторных заболеваний среди людей, разбивших лагерь у офиса по рассмотрению заявлений в ирландской столице. У властей больше нет возможности предоставлять временное жилье, поэтому около 200 человек уже несколько недель живут в палатках. В 23-м году убежище в Ирландии попросили около 13 тысяч человек. В первые месяцы этого года тенденция сохраняется. И это не считая 100 тысяч украинцев, которые также нашли приют в Ирландии. Страна переживает один из самых тяжелых жилищных кризисов в Европе. Европейский парламент, подавляющим большинством голосов, одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. Текст предусматривает различные меры защиты общества, от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета некоторого контента. В частности, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций. Но для ряда таких запретов предусмотрены исключения. В случаях, когда это затрагивает интересы безопасности. Европарламент стремился к ужесточению контроля за искусственным интеллектом, а страны-члены ЕС хотели дать своим силовым ведомствам доступ к системам ИИ для пресечения актов терроризма или торговли людьми. Но некоторые евродепутаты считают, что закон легализует применение искусственного интеллекта без крайней необходимости. Ожидается, что закон будет официально одобрен на политическом и техническом уровне в мае. В ноябре вступит в силу предусмотренные им запреты, а к 2027 году закон об искусственном интеллекте полностью вступит в силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова